МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Восемь месяцев успешной работы и бизнес-план перевыполнен в Газпромнефть Муравленко подвели итоги геолого-технических мероприятий. Мы строили, строили и, наконец, построили. В пятой школе и детском садике «Солнышко» завершился затянувшийся ремонт. 18-летняя жительница Губкинского среди участников грандиозного проекта первого канала «Голос». Минимальный размер оплаты труда будет повышен с 1 января 2014 года на 6,7%. Загонопроект об этом, подготовленный Министерством труда, был одобрен на заседании российского правительства. Повышение МРОД затронет примерно 1,3 млн россиян, работников-совместителей и тех, кто занят неполное рабочее время. На бюджетную сферу приходится половина из них. При этом министр труда и социальной защиты России Максим Топилин отметил, что МРОД будет повышен ровно на уточненный уровень инфляции 2013 года. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 5205 рублей в месяц, сообщает и Тартас. С 1 января 2014 года новая ставка МРОД составит 5554 рубля. В «Газпромнефть-Муравленко» подвели итоги проведения геолого-технических мероприятий за 8 месяцев текущего года. По всем видам ГТН предприятие уверенно перевыполняет бизнес-план. Подробности у Эрнеста Бавшина. За 8 месяцев на месторождениях «Газпромнефть-Муравленко» в общей сложности провели 241 геолого-техническое мероприятие. Это уже на 12 больше, чем планировали выполнить за эти же 8 месяцев. Об этом заявил Марат Азаматов, заместитель главного геолога, начальник управления планирования геолого-технических мероприятий. Общая доп. добыча от мероприятия составила более полумиллиона тонн. Соответственно, как традиционно мы превышаем по количеству мероприятий по вводу новых скважин, это на 5 скважин. И приоритет сейчас был отдан горизонтальным скважинам. Горизонтальные скважины мы запустили больше, чем по плану, на 14 штук. Соответственно, потому что более эффективное мероприятие дает больший приток по нефти. Марат Азаматов отметил, почти все горизонтальные скважины запущены после проведения мероприятий по стимуляции пласта методом многостадийного гидроразрыва. Что касается еще одного вида ГТМ, зарезки вторых стволов, то благодаря ему за 8 месяцев удалось получить дополнительно 18,5 тысяч тонн нефти. Практически выполнен годовой план и по запуску скважин с применением гидроразрыва пласта. После проведения ГРП в эксплуатацию ввели 74 скважины. На вопрос о том, на каком месторождении проводится больше всего геолого-технических мероприятий, начальник управления планирования ответил, что ГТМ изначально распределяют согласно остаточным запасам. В частности, по крайнему месторождению сейчас активно разрабатывается Юрский залежь, там разбуривается с помощью горизонтальных скважин в соответствии с МГРП, потому что низкая проницальность пластаса. И также мы переключили объемы по ГРП, делаем уже повторные ГРП на скважинах, которые в свое время вводились ранее. Говоря о планах и перспективах, Марат Азаматов сделал акцент на то, что до конца года на предприятии планируют выполнить 444 геолого-технических мероприятия. Благодаря им планируется дополнительно добыть более 1 миллиона тонн нефти. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. Хорошие новости для потенциальных авиапассажиров. Из ноябрьского аэропорта вновь можно будет летать без пересадок в Санкт-Петербург. Продажи авиабилетов уже открыты, правда пока полеты расписаны только на так называемый зимне-весенний период. Но сотрудники ноябрьского агентства воздушных сообщений не исключают, что если данное направление будет пользоваться спросом, продажи откроют и на будущее лето. Рейс будет выполняться с 29 октября по 27 марта, по вторникам и четвергам. Полеты будут осуществляться на Боинге 735, который предусматривает себе два класса обслуживания, то есть эконом и бизнес-класс. На сегодняшний день минимальная стоимость билета составляет 12 890 рублей, тоже с учетом всех сборов. В понедельник в Муравленко вновь распахнула свои двери средняя пятая школа, а в среду начнет свою работу детский садик «Солнышко». Этого события ждали несколько месяцев. В пятой школе сегодня начались занятия. Пять месяцев продолжался ремонт. И вот, наконец, вместо шума строительных работ, в этих стенах раздаются звонки на уроки и перемены. Решение открыть школу приняли только вчера. Преподаватели в срочном порядке собирали своих учеников. С какими ощущениями пришли сегодня? Сегодня? Ну, с веселым, бодрым, таким, в приподнятом настроении. Обзванили вечером? Да, вечером обзвонили, предупредили детей. Дети были рады. Ура, мы идем снова в свою школу. Вот пришли в свой класс. Интересно стало. Сидишь в своем классе. Много друзей, свой класс, ты понимаешь, что все, ты уже в своей школьной, и тебе никуда не придется больше переходить и ходить. Напомню, на ремонт школу закрыли еще в конце апреля. Закончить работы планировали до нового учебного года. Не получилось. Городские власти пытались повлиять на недобросовестного подрядчика, но в срок строители так и не уложились. С проблемами, связанными с определенным порядком проведения аукционов на выполнение работ, сталкивается большинство муниципальных образований. Работа генерального подрядчика на этих двух объектах – это живой, яркий пример, к сожалению, тех несовершенств, которые у нас есть в так называемом 94-м федеральном законе о закупках. И в связи с чем у нас со следующего года мы переходим на федеральную контрактную систему. Сейчас в рамках федеральной контрактной системы там возможности расширены по контролю за проведением торгов и именно за работой подрядчиков. В детском саду «Солнышко» еще только готовится к празднику. Торжественно встречать дошколят здесь будут в среду. Валентина Полынова, говорит, уже отвыкла от ребяческих голосов. Соскучились очень, конечно. Все готовились, воспитатели, младшие, весь персонал готовился к приему, создали уют, комфорт и в группах, и во всех кабинетах детского сада. Строители сказали, что они сегодня заканчивают, уже все свое забирают, и на завтра уже там работ не будет. Комиссия была уже? Комиссия была по приемке, да, приняли детский сад. На капитальный ремонт двух объектов потрачено около 37 миллионов рублей. Объем работ выполнен немалый. Обновили фасады школы и детского сада, благоустроили прилегающие территории, поменяли ограждения и закупили новое оборудование. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. На Ямале стартует конкурс «Золотые руки мамы», учрежденный Департаментом социальной защиты населения округа. Второй год подряд в преддверии Дня матери, который отмечается в России 24 ноября, проводят окружной творческий конкурс. В нем могут участвовать женщины, которые имеют детей и проживают на территории округа. В Управлении социальной защиты принимают работу, выполненная в различных техниках. В конкурсе три номинации. Ленточное творчество, любимая игрушка мамы и ажурное великолепие. Работы принимаются до 20 октября. Далее эти работы будут направляться в Салихард для участия уже во втором этапе. То есть там будет проводиться оценка. Второй этап продлится у нас до 24 ноября. Результаты можно будет посмотреть, то есть итоги конкурса на сайте Департамента соцзащиты. Добавлю, что в прошлом году от Муравленко выставляли около 50 работ. И три из них оказались среди призеров в различных номинациях окружного конкурса. Минюст готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому алкогольное или наркотическое опьянение станут отягчающими обстоятельствами при совершении любых преступлений. Прежде такая норма существовала в Уголовном кодексе РСФСР. В России она действовала вплоть до 1997 года, после чего данное обстоятельство рассматривалось как отягчающее только для пьяных водителей. Добавлю, поправка разработана совместно с Минздравом, МВД, ФСБ, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и Верховным судом. Как поясняют в Минюсте, на этот шаг решили пойти, так как количество преступлений в состоянии опьянения, как алкогольного, так и наркотического, постоянно растет. Мошенничество с помощью интернет-технологий в дежурную часть полиции обратилась жительница Муравленко. Она заявила, что заплатила за шубу интернет-магазин, но товар ей так и не поступил. Женщина рассказала, что ее прилистили низкие цены, и она решила купить себе шубу. Заказ на сумму 21 300 рублей оплатила с помощью банковской карты через банкомат. Но после перевода денежных средств обнаружила, что страница в социальной сети «Одноклассники» под названием «Мода. Стиль гламур Елена» исчезла. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась девушка, 28 лет. В настоящее время она дала признательные показания. В отношении нее избрана мера посещения в виде подписки о невыезде. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 22 сентября ежегодно во многих странах мира проводят Всемирный день без автомобиля, девиз которого «Город как пространство для людей – пространство для жизни». Присоединился к акции «Ямал». Цель мероприятия – привлечь внимание жителей региона к проблеме сгрязнения атмосферы, напомнить о негативном влиянии автотранспорта на качество воздуха, а значит и здоровье населения. В этом мире проходит акция «День без автомобиля». Этот год объявлен Год народом сбережения. Вы согласны принять в этом участие? Да, есть. Вот вам, ребята, наклеивайте на стекло, не переживайте, на него сможет снимать. Только чтобы обзор не закрывать. В Муравленко отряд юных инспекторов движения и сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, наклеивали на их авто стикеры и агитировали хотя бы на один день отказаться от поездок на машине. Воспитанники детского сада «Снежинка» выступили с концертом в Муравленковской транспортной компании с концертной программой. На площади возле досугового центра «Лира» волонтеры из молодежного ресурсного центра выстроились с плакатами на них призывы, смысл которого бережно относиться к окружающей среде. Добавлю, что впервые акцию «Всемерный день без автомобиля» провели в Париже в 1998 году, и с тех пор она приобрела достаточно большое количество поклонников по всему миру. Ну и последние две жительницы Ямала и Югры стали участницами грандиозного проекта первого канала «Голос». Валерия Сушина из Губкинского и Яна Арбинович из Нягани выступили в отборочном туре и прошли во второй этап конкурса. Первой на сцену вышла жительница нашего округа, 18-летняя Валерия Сушина. Исполнение песни на английском пришлось по вкусу Диме Билану. Талант второй представительницы севера Яны Арбинович из Нягани по достоинству оценил Александр Градский. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 24 сентября в Салихарде плюс один ветер восточный до 10 метров в секунду. В Муравленко 24 сентября плюс три ветер восточный до 6 метров в секунду.